С Новым Годом, друзья! Здравствуйте! Мы вам рады! Не сомневаемся, что и вы нам тоже! С вами Арина Глазова и программа Детские Вести! А значит, Новый Год начинается очень хорошо! Сегодня мы расскажем, что будет модно в этом сезоне, как выше связано с уступившим 2020 годом, и чьи надежды оправдал Дедушка Мороз. С нашего прошлого выпуска прошло целых две недели, и они были полны радостям и весельям. Последние дни 2019 года запомнить яркими новогодними представлениями, интересными спектаклями и веселыми сюрпризами. 25 декабря на Соборной площади зажгла свои огни главная елка Ульянск, а 27 декабря в областной столице Кузоватого побывал главный российский Дед Мороз, а также его иностранные коллеги из Китая, Бразилии, Америки и даже Австралии. Они подписали декларацию о всем мирном-мирном праздновании Нового Года. Но все самое интересное, конечно же, произошло вновь на 1 января. Не разочаровал вас всех народ своим подарками, мы уверены, что и в этот раз Дедушка постарался на славу. Дедушка Мороза Однажды Будда пригласил к себе на праздник всех животных. Тех, кто согласился прийти, пообещал наделить подарком, назвать их именами года, каждому пришедшему по одному году. На зов Будды откликнулись только 12 животных. Но чтобы попасть к Будде, нужно было переплыть широкую реку. И Будда предложил устроить соревнование. Хитая крыса не умела плавать. Она попросилась на спину к доброму быку. Тот согласился. Будучи самым могучим животным, он приплыл к берегу первым. Крыса же, она маленькая по сравнению с быком. А ей хотелось быть первой. Она стремилась прям побыстрее к Будде. Она укусила быка. Бык махнул хвостом, тряхнул. И стряхнул крысу прям к ногам Будды. Так, согласно легенде, хитрая крыса стала победительницей среди других животных. С тех пор именно ее символ открывает в 12-летие цикл китайского каиндаря. И хоть мы совсем не Китай, традиция давать годам имена 12 животных прижилась и у нас. И новый 2020 год мы, согласно деревне-восточной традиции, посвятили крысам. Что же это за зверек? Существует как бы два таких вида крыс. Это крыса лабораторная, вот какие у нас крысы содержатся, и крыса, дикая крыса пасюк. Диких крыс, конечно, все мы недолюбливаем, правда? И они являются вредителями, они в дом могут забраться, там припасы какие-то испортить. А лабораторные крысы, они, в общем-то, очень приручаются легко, содержать их легко. Чтобы узнать о символе года побольше, мы побывали на станции Юнатов. Там мы познакомились не только с самой крысой, но и с ее родней. Оказывается, у нее огромная семья. В ней и хомяки, и белки, и бобры, и шиншиллы, и даже дикобразы. Все они грызуны. Наверное, именно из-за такого большого количества родственников крыса считается знаком любящим семью, друзей, теплое общение. Те, кто содержит крыс, говорят, что в жизни это спокойные, общительные, очень умные и запасливые животные. Миллионы людей канун Нового года думали, как угодить этому зверьку. Оказывается, ничего так сложно. Немного семечек, немного орешек. И крыса, символ 2020 года, ваш друг. Еще одно важное качество крыс, о котором нам рассказывали в естественно-научном комплексе, это их благодарность. Крысы очень ценят хорошее к себе отношение и всегда стараются платить добром за добро. Думаю, это очень хорошая традиция для наступившего года. И хотя среди людей есть те, кто крыс недолюбливает и побаивается, у символа года есть с чем и поучиться. Специально для детских вестей Варвары Игнатьева. Модники и модницы, а ну-ка признавайтесь, что будет в тренде в этом году? Еще не знайте, а вот Полина Минокур уже давно все разведала и готова рассказать нам. Смотрим! А догадайте загадку. За кем угнаться сложнее, чем за двумя зайцами? Конечно, за модой. Она живет своей жизнью. Приходит, уходит, возвращается обратно и тут же меняется. За ней не уследишь. Целые институты работают над тем, чтобы озадачить модников. И мы, конечно, с нетерпением ждем, что они нам скажут. Мода существует абсолютно везде и во всем. Она проникает во все направления жизни. И мода – это настоящее искусство. С чего начинается мода? Некоторые дизайнеры утверждают, что это цвет. В этом году самым модным оттенком будет классический синий. Это цвет ясного неба летним вечером. Он внушает чувство спокойности, уверенности и надежности. Так говорят те, кто придумывает правила моды. Кстати, кто они? Мне кажется, мода родилась как течение, как направление именно в культуре, в искусстве. Именно оттуда зародилась мода. И сейчас существует очень много домов моды, которые продолжают истории первых начинателей. Я сама поклонник итальянской и французской моды. Я очень люблю французские дома моды, такие как Лу Виттон, Шанель и Диор. Итальянские дома моды – это Армания, Версачи, Прада и мой любимый Гуч. Придумать моду сразу на целый год очень сложно. Поэтому обычно говорят о том, что нужно носить в следующем сезоне. То есть сейчас дизайнеры обсуждают не рождественские фасоны, а то, что станет популярным весной и летом. Модно абсолютно все. Только главное, чтобы это вам шло, чтобы вы себя чувствовали в этом комфортно. Вот это самое важное. Но, естественно, есть такие тренды, которые четко транслируются всеми. Это оверсайз, это такая неряшливость в образе, которую очень любят дети, да? И очень приятно, что это приходит в моду взрослую, и можно увидеть необычные образы у взрослых, и теперь это моды. Еще в этом году будет модная джинсовая одежда. Вообще, главные принципы, которые нам подсказал эксперт, это моноцветность и многослойность. То есть вы можете комбинировать самые разные сочетания. Вы постарайтесь придерживаться одной цветовой гаммы. Думаете, моды существуют только для взрослых? Это не так. У детей тоже есть свои модные фишки. Более того, детство – это лучшее время для того, чтобы экспериментировать и искать свой собственный стиль. Поэтому именно у детской одежды самые яркие цвета, самые необычные сочетания тканей, самые смелые рисунки и принты – это открывает огромные возможности для творчества и поиска своего «я». Главное – не бояться пробовать. И тогда вы сами найдете свой идеальный образ. Специально для детских вестей Полины Винокурова. Каждый год под боку ранты все заказывают свои самые заветные желания. А вот бывают ли они, это мы решили узнать у ульяновцев на улицах праздничного города. Говорят, под Новый год что не пожелается, то всегда произойдет, то всегда сбывается. Так это или нет, мы решили узнать это на улицах нашего города. Какие ваши новогодние желания сбылись? Новогодние желания, чтобы хорошо было у всех. Мы стали счастливыми. А мне технику новую подарили. Чтобы у моей семьи все было хорошо. Я загадывала это в прошлый раз. Мое новогоднее желание, оно все еще сбывается, но какое, я не раскрою секрет. Чтобы все было хорошо, чтобы у всех здоровье было, чтобы детки не болели такие хорошие, как ты. Как-то раз на Новый год я попросила, чтобы у меня появилось второе чудо. Ну и вот, как пример, оно у нас сбылось нам уже 6 лет, так что самое, наверное, большое желание, которое я хотела, оно исполнилось. Я хочу, чтобы миллион мне подарили, Дед Мороз подарил, но его такого не будет. Что я мечтала, надеялась, я считаю, что я все-таки более-менее приблизилась к своей мечте, будем так говорить. Как вы думаете, кто исполняет желание? Желание исполняют? Ну, наверное, высшие силы, я так думаю. И сам человек должен стремиться к этому и прилагать усилия. Что нужно обязательно забирать из уходящего года? Так это хорошая традиция. Вот, например, показывать мультики ребят из лаборатории мультфильмов. Это очень хорошая традиция, и мы ее не забываем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Рождество 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 Субтитры создавал DimaTorzok Иисус Христа Дети ходят по квартирам и рассказывают Субтитры создавал DimaTorzok Или несколько рублей На Новый год Дед Мороз приходит, а на Рождество гости У нас на Рождественском столе салаты, мясо У нас принято готовить гуся, а у них индейку Еще бывает, на Рождество в пироге запекают бабы И кому этот баб достался, тот становится королем или королевой На Рождество отмечают, даря подарки знакомым друзьям и близким Поздравляю их с Новым годом Я празднуюсь вместе с семьей и нам всегда весело А мы ходим друг к другу в гости и дарим подарки Мама покупает нам коль, браслеты такие, свечащиеся я И мы с ними все вместе играем Поздравляю вас с Рождеством Все, кто меня видит на экране Тому я желаю веселого Нового года Хорошего Рождества Побольше радости, побольше хороших оценок И все, чего они хотят Чтобы всегда приходило людям всегда добро И они всегда были счастливы И желаю, чтобы исполнялись ваши все желания И много подарков И счастья Светлого вам Рождества! С Рождеством! Привет, друзья! Привет! Зимой надо соблюдать несколько очень важных правил Первое. Одеваться нужно тепло Чем больше слоев одежды, тем меньше будет завязанность Второе. Одежда и обувь не должны быть тесными Третье. Нельзя гулять ни в чем мокром Промочили ноги, бегом домой И, наконец, запомните Джинсы – самая неудобная одежда для зимних прогулок С вами были Ксюша и Рита Мироновы Ваши инструкторы по погоде Одевайтесь по погоде И хороших вам выходных! Пока!